Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью дня в студии Яна Аксенова. Старшеклассник из Алтайского района Антон Шипицын выиграл путевку в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Он стал победителем всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Сегодня у нас в гостях Антон, привет! Здравствуйте! Рассказывай, что помогло выиграть в конкурсе, какой проект защищал, в общем, подробности. Проект представлен у вас на столе. Это машина для обследования, изучения территории. Помогло, помог куратор и мои знания, двухлетние знания в области цифрового прототипирования. Ну, что это за машинка? Что она умеет? Как долго ты ее собирал? Рассказывай нам. Машина имеет полный привод, полностью независимую гидравлическую подвеску, коллекторную систему, установлены датчики газа, датчик температуры влажности и датчик вибрации. У нее есть какое-то название, может быть? Название пока не придумал. Пока не придумал. Ну, что она умеет, для чего она нужна? Датчики, установленные на ней, нужны для того, чтобы анализировать территорию и воздух. Наличие вредных отравляющих веществ в воздухе, то есть пригоден или не пригоден воздух жизни. И температура, влажность воздуха. Датчик вибрации отвечает за то, чтобы определять наличие вибрации в помещении. Ну, Антон, я думаю, самое время продемонстрировать, как она ездит, что умеет, поэтому давай. Да, конечно. Модель неплохо себя показала во внедорожных тестированиях. Разгоняется достаточно быстро, ход плавный, благодаря гидравлическим амортизаторам. С какой скоростью ездит? Скорость около 50 км в час. Как долго ты его делал? Проект я делал около года. И в дальнейшем хочу на лазерной резке заказать детали подвески из алюминия, чтобы было более прочно. То есть доработать ее как-то хочешь, да? И ты ее дальше куда-то хочешь представить, где-то еще? Представить хочу в конкурсе «Будущее Алтая». Это Алтайский конкурс и «Шаг в будущее» в Москве. Мои дальнейшие планы. А когда состоится? Состоится еще неизвестно, но планы есть. Хорошо. То есть это проект по цифровому прототипированию, да? Вот такое вот сложное название. Что это за направление вообще такое, расскажи? Это довольно-таки широкое направление. Есть множество программ для создания трехмерных моделей, которые помогают сделать подобные проекты. После проектирования 3D-модели можно уже распечатать детали на 3D-принтере. А почему ты выбрал именно вот такую вот машинку? Что вот она должна уметь именно по очищению воздуха какие-то производить действия? Пришла идея мне создать такую машинку, когда я смотрел телевизор. И там были новости про то, как спасатели достают людей, погибших, к сожалению. Мне пришла идея создать такую машинку, которая может помогать им и не в опасности не давать самих спасателей. То есть в дальнейшем ты предполагаешь, что вот эта модель машины будет как-то дорабатываться до полноразмерной, так сказать, модели и будет использоваться? Да, это есть в принципе полноразмерная модель, ни больше ни меньше она не будет, только будет дорабатываться. Ты сказал, что тебе научный руководитель помогал изготовить машиночку такую. Расскажи о нем немного. О научном руководителе? Научный руководитель помогал мне именно с документами, с какими-то моментами, может быть, даже финансовыми. И мы с ним ездили на всевозможные конкурсы, на выставки, занимали места, а именно техническую всю часть делал я сам. Ну ты с ним обсудил, что именно эту модель хочешь, да? Да, да, все это обсуждалось. Обсуждалось, значит. То есть ты, как давно ты начал свой путь вот с робототехники? Робототехникой я начал заниматься где-то в 11 лет. Два года я занимался робототехникой. И спустя это время, получив какие-то знания, я перешел уже к познанию цифрового прототипирования. Тебе сейчас 14, да? То есть 3 года получается? Мне 15. 15. А что послужило, вот кто тебя сподвиг заняться именно робототехникой? Посмотрел какой-то фильм или на друзей посмотрел, или может быть родители подсказали? Дело в том, что в нашей школе появился набор лего, где можно собирать всевозможных роботов. И появился кружок. Мне стало интересно, я решил записаться на этот кружок, и меня затянуло. Я дальше продолжу заниматься. Отправишься в лагерь, я если не ошибаюсь, в начале июля, да, он начинает работу? Да, с 1 июля. Что вас там ждет? Какая программа? Что будете делать? С кем работать? Программа основана на том, что вузы будут нам давать задания, и мы будем выполнять эти задания. Также, кроме этого, будут всевозможные занятия по физике, лекции и также оздоровительные комплексы. Расскажи, какие у тебя планы, куда ты собираешься поступить после окончания школы? В какой факультете? После 9 класса, я закончил 9 классов, я хочу поступить в лицей, в педагогический лицей в город Барнаул. То есть после 9 уже? Да, после 9. Ты завязался в школу и перешел? Да. Хочется уйти и продолжить обучение. Там есть такое направление, которое ты хочешь заниматься? Да, там есть кванториум, который по этим направлениям работает. В дальнейшем ты как хочешь развиваться? Кем хочешь стать? Может, есть какая-то мечта, глобальная цель, что-то изобрести? Ну, наверное, хорошо сдать экзамены, банальные. И если говорить о глобальных планах, то, скорее всего, вернуться к робототехнике только уже на более высоком уровне. Ну, подробнее, на каком? Более высокий уровень – это перейти с конструктора Lego уже на программатор Arduino. Он более высокого уровня уже и может выполнять большое количество задач. Ты помимо вот этой машины еще изобретал какие-то за всю свою жизнь робототехническую? Была машинка еще до вот этой, была дрифт-модель, это модель внедорожника, а была еще дрифт-модель. Она тоже неплохо себя показала, но датчиков на ней не было. Она была, можно сказать, как игрушка просто. Проекты по робототехнике были, там, часы, робот-помощник был для слепых. Ну, и, в принципе, все. Как друзья относятся к такому увлечению? Есть у тебя тоже друзья, которые тоже вот любят изобретать? Друзья, к сожалению, все разъехались, которые были тоже в этом заинтересованы. Твои сторонники, да? Сторонники твоего увлечения. Да, но, в принципе, друзья, которые этим не занимаются, они тоже им это все интересно, я им рассказываю, показываю. Они в этом тоже заинтересованы. А родители, бабушка, младшие братья и сестры? Отец немного в этом заинтересован. Ну, и, конечно, мама, даже если она не понимает, что я ей говорю, она все равно выслушает и посмотрит на это. А есть младшие братья или сестры? У меня есть старший брат. Старший, да? Старший, да. А он как относится? Он относится очень хорошо, ему это нравится. То, что я развиваюсь, иду вперед, делаю какие-то новые проекты. Ему это нравится. Чего ты ждешь от поездки в сочинский лагерь, точнее, образовательный центр «Сириус»? Какие планы? Ну, конечно же, отдохнуть. Кроме отдыха, найти новых друзей, новых единомышленников. И там будут хорошие преподаватели. Я хочу у них научиться программировать, уже заняться плотно робототехникой. И сделать новый проект, у меня новая задумка, это протез робототизированный для детей-инвалидов. А почему выбрал именно эту тему? Часто возникает такая проблема, что, допустим, если ребенок родился или по каким-то другим случаям авария, может быть, произошла, то он остается без, допустим, руки. И наша медицина просто пока не может ему дать новую руку. В Америке уже это хорошо практикуется, но стоит этот протез достаточно дорого. Я же хочу представить более дешевый вариант этого с использованием уже 3D-технологий. Антон, спасибо большое, что пришел. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Мы говорили с победителем Всероссийского конкурса научно-технических проектов Антоном Шипицыным из Алтайского района. До встречи.